Нужно задать вопрос? Конечно, можно. Объявили же. Задавай. Игнать Тихонович, вот такой вот вопрос. Смотрите, Яков пишет в первой главе, пятый стих, что «Кого не достает мудрости, тот допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и даст Сыну». То есть можно просить мудрости. Конечно. И Соломон не стал ничего просить, когда Бог предоставил возможность. И стал просить мудрость выходить перед народом, и чтобы обратно вернуться неосмеянным. И Господь говорит, ты не просил богатства, долголетия, смерти врагов, а просил мудрость. Вот за это я тебе и то, и другое, и третье дам. Значит, просить мудрости, это значит, у тебя и долголетие Бог дает, и средства дает, и победу над врагами. Ну вот, и получается, вот этот Соломон попросил мудрости, и Бог дал ему этой мудрости. И причем он был самый мудрый на земле из людей. Максимально получил эту мудрость, правильно? Конечно. А на самом деле, вот, эту мудрость, получается, он использовал не во славу Божью, тогда, когда стал строить своим, там, жжом там, во-первых, набрал, да, из языческих народов. И они его склонили построить там капище там всякие своим богам. И он это сделал им, получается. У них говорилось о том, и когда ты разбогатеешь, то есть к большому богатству не стремись, и не стремись жен застигнуть, он разных. Он в этом был уже повинен, нарушил. Но отсюда все остальное. И поэтому родился после него, написано, скуда умный Раваам, который разделил царство надвое, и сделаясь врагами. Это очень дорого обошлось ему в потомках. То есть, получается, смотрите, можно просить мудрости у Бога, и одновременно можно еще просить, чтобы использовать эту мудрость только лишь во славу Божью. Правильно? Да тут, понятно, и ребенку. Ну да. Ну вот, еще такой момент, смотрите. Вот. Он сказал Соломону, что... Сейчас, дословно, найду. Так, у нас времени нет, в другой раз. Ну понятно, просил мудрости, хорошо. А то у нас, получается, уже тут диспуты, время уходит. Да. Да. Ну ладно. Я спрашиваю, брат Георгий, считать будете или нет? Конечно, готов. Ну давай, отдохнул. Это отрезаем и дальше... Соломонон.